Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Как вы можете заметить, я начинаю это видео ночью. А все потому, что в ближайшие дни я решила вставать в 5 утра. Да. А все это потому, что, во-первых, мама уехала в санаторий. Я как бы на хозяйстве, мне нужно будет готовить кашу с утра. Да, во-вторых, я просто хочу стать продуктивнее. Делать там что-то зарядочку, спортик, сделать все дела. И вообще, я стала как-то довольно поздно ложиться. Пол-двенадцатого. Я как бы хочу наладить свой режим. Где-то ложиться спать в 9, 10. Но сейчас уже 11. Да. А планировала я лечь сегодня в 9. Да. Все как обычно, ничего нового. Еще завтра у меня Олимпиада. Поэтому мне и нужно встать пораньше. Еще самое главное по утрам покормить Гарика, мою собаку. Я надеюсь, Гарик не будет с утра гавкать. А то он всех разбудит. И это будет просто факап. Еще завтра мне нужно будет собрать вещи для Олимпиады. Также я планирую с утра убраться. Потому что я откладываю это уже месяц. Возможно, убрать новогодние декорации. Еще мне нужно будет смонтировать видео. Поэтому планов много. Но я не знаю, как я буду просыпаться в 5 утра. Ай, может я вообще не проснусь. Но я все-таки надеюсь на лучшее. Поэтому, да, сейчас я буду переодеваться и ложиться спать. Увидимся завтра с утра. Я проснулась. Сейчас в 5. Я долго думала о том, чтобы лечь обратно спать. Но думаю, нет. Он становится все продуктивным. Я очень хочу спать. Но Гарику очень понравилось. Теперь самое главное пойти его покормить. А дальше уже делать свои дела. Ну ладно. Нельзя. Может. Да, сейчас реально 5, как вы можете заметить. У меня все спят. Но я все-таки встала. Переосилила себя. И сейчас мы первым делом пойдем заправлять кровать и заниматься спортом. Все, кровать мы заправили. Гарика покормили. Также я набрала себе водички. Шишки нравится. Нужно переодеться. Сделать прическу. Вот я переоделась. Такую вот кофточку. Также штанишки. Сейчас пришло время спорта. Я думаю, сделать будет растяжку. А также упражнение на пресс. И вообще, маску для спины. И еще что-то. Да, как вы видели, я уже сделала растяжечку. Мне понравилась такая наполняет силой. И теперь я буду делать упражнение по Мэл Рейфу. И потом, возможно, выйти еще. Я выбрала какую-то очень сложную тренировку. Это было сложно. Я первый раз тут пробовала тренировку. Бред, горит. Теперь осталось одно видео. И будем приступать к следующим делам. Ну все, наш воркаус подошел к концу. Теперь пришло время писать наши дневнички. А также я все-таки планирую здесь убраться. Пока мы все это с вами делали. Уже прошел час, сейчас шесть. Вообще, знаете, ощущения такие необычные. Ты уже такой кучу дел сделал. Ну как кучу. Только спортом позанимался. И Гаррика покормил. Все равно, говорю, это заряд сил, энергии. Да. Обычно я только в это время просыпаюсь. Ну куда, меня надо в школу. Кстати, я забыла сказать тоже, что сегодня воскресенье. Да. И я именно воскресенье решила оставить в 5 утра. И было так лень, если честно. Но я переосеяла себя. Все-таки не пожалела. Давайте приступать к нашему блокнотику. Я тут хочу записать свои мысли. Что произошло за январь. Как у меня вообще дела. Возможно, какую-нибудь новую страничку оформить. Ну и так далее. Теперь мне нужно вот это все убрать. Все эти снежинки, гирлянду. Потому что это нужно было сделать давно. Но как обычная демивность. Да, Гарик? Ой, Гарик поил косточку и просто свинь. Да, поэтому сейчас я буду убирать гирлянды, все эти украшения. Также просто немножко приберу. Ну, в принципе, я так чуть-чуть убрала. Мне нужно будет еще потом елку спустить. Вот этот вот венок. Но это не сейчас. Поэтому сейчас я думаю помонтировать видео или почитать. И потом я уже пойду кушать. Да, и мне надо собираться на Олимпиаду. Там надо разрезать листы. Все помыть, почистить. Главное, ничего не забыть. Поэтому надо к этому подойти ответственно. Ну, вот, собственно, как я нарядилась. Вот так я пойду на Олимпиаду. Я не стала надевать что-то слишком красивое. Просто удобное. Потому что я еще там запачкаюсь. Да, я снимала свой завтрак. Я поела блины. Также такую там корзинку и яблоко. Вот, это папа приготовил блины. Супер вкусные. Дальше, я не знаю, буду ли я что-то снимать. Потому что это как бы уже не входит в утро. Так что да, вот такое у меня получилось первое утро. Когда я вставала в 5 утра. Поэтому увидимся с вами уже завтра утром или же вечером. Да, как я и предполагала, я весь день ничего не снимала. Потому что я приехала с Олимпиады только в 3 где-то. И пока я сделала уроки, короче, ничего интересного. Но уже вечер. Я уже готовлюсь ко сну. Сегодня я ложусь чуть пораньше. В 10. Хотя я планировала в 9, конечно. Но ладно. Завтра я тоже планирую вставать в 5. Завтра уже в школу нужно. Сегодня, как оказалось, Гарик всех разбудил. Все проснулись из-за него. Ну, простите, простите. Продуктивность превыше всего. Мне понравилось сегодня. Какой-то очень длинный день. Я много довольно всего сделала. Также у меня завтра с утра по плану спортик, разминочка. Вот еще она будет, возможно, с утра повторить уроки. Ну, все. Чем раньше я лягу, тем легче проснусь. Поэтому спокойно окей. Всем доброе утро. Сейчас 5. Я все-таки проснулась. Я думала сегодня будет легче вставать. Но нет. Вообще не так. Ну, ладно. Надо вставать. Продолжаем челлендж. Сегодня в школу. Так не хочется. Ну, все, вы видите, я переоделась, сделала причесочку. Теперь нужно покормить каррика. Не будем заниматься спортом, а также делать растяжку и зарядочку. Ощущение такое, что я не спала, не знаю, сутки. Я думаю, сейчас надо взбодриться и все пройдет, наверное. Не хочет. Ну, все. Эту разминечку, растяжечку я сделала. Если честно, вчера мне понравилось больше. Теперь я думаю, что делать как силовую. Наверное, вот это. Ну, все, помылку я сделала. Да, конечно, выгляжу я не супер фреш. Но я думаю, на этом тренировочку закончу. И сейчас буду расчесывать каррика. И надо вычесать колтуны. И, наверное, уже пойду на кухню. И надо собираться. Я рюкзак не собирала. Также одеваться. Короче, я делаю еще кучу. Ну, все. Каррика я расчесала чуть-чуть. И сейчас я попишу немножко венички. И пойду на кухню. Все, мы идем кушать. Я пришла в школу. Сейчас буду заходить. На улице очень холодно. Ой, конечно, я немножко сонная. Немножко хочу спать. Но, я думаю, сейчас буду. Итак, я давно уже пришла из школы. Где-то часа два-три назад, возможно. Немножко так прокрастинировала все это время. Сидела в телефоне. Но я также чуть-чуть помонтировала видео. Но сейчас уже надо добраться за работу. Да, также еще нужно делать кучу работ в художку. Уроков тоже много задали. К экзаменам готовятся. Ну вот, поэтому, да, буду все делать. Всем добрый вечеринчик. Да, сейчас где-то 22-30. Я ложусь спать примерно в то же время, что и вчера. Я, конечно, планировала чуть-чуть пораньше. Но не получилось. Потому что я доделывала работу в художку. Я думаю, завтра последний день, когда я буду вставать в 5 утра. Потому что в среду у меня устный русский. Завтра у меня попал нам опять делать тренировочку. Также новое задание. Сварить кашку. Думаю, завтра разберемся, что будем делать. А сейчас я пойду спать. Я вообще весь день какой-то, особенно с утра была сонненькая. Так что нужно спать. Все. Всем спокойной ночи. Всем доброе утро. Мы проснулись. Да, все-таки в 5 утра я это сделала. Теперь надо вставать. Я не скажу, что я особо выспалась. Надо кормить галюликом. Готовить кашку. Также сделать растяжечку. И собрать сумки. Да, поэтому первым делом я пойду кормить Гаррика. Я на кухне. Сейчас мы покормим Гаррика. Как я сказала, я могу готовить кашу. Я достала чашу из мультиварки. Ее смазать маслом. Вот так я смазала. Не знаю, нормально или нет. Я думаю, пойду. Теперь я беру овес. Нам сказало, нужно один стакан. Поэтому вот, и считаю насоску. Теперь нужно два стакана молока и один ватт. Но мама сказала наливать неплохо. Все, и теперь время спортика. Все равно бага каша варится. 25 минут. Нужно что-то поделать. Поэтому я буду делать на пресс-упражнение и зарядку для спины. Все, это я сделала. Она правда вот тяжелая, но такой не кайф испытываешь после нее. Теперь я буду делать вот йогу для спины. Я ее очень часто делаю и советую вам. Мне нравится. Все, растяжку я сделала. Горик мне даже не мешал. Он только чуть-чуть в начале. И уже 6.04. Не знаю, видно ли, нет. Но я думаю, пойду как бы на кухню. Посмотрю, что там с кашкой. Наверное, поем. И буду задеваться, собираться, причесываться. Я не знаю. Мне очень нравится вот так с утра заниматься. Сразу появляется много сил. Что-то прям хочешь делать. Так что да, я все-таки пойду. Момент Х. Открываем нашу кашу. Не, ну вводи. Не прям плохо. Но у мамы она все равно какая-то другая получается немножко. Ну, нормально. Немножко, наверное, все-таки мало молока, воды. Ну, пойдет. Для первого раза, я считаю, вообще роскошно. Вот я покушала. В принципе, каша нормальная. Готовить можно. Это, кстати, вода. Если что? Сейчас где-то 6.30. Я пришла очистить зубы. Потом пойду одеваться. Но сегодня улица очень холодно. Там просто куча снега. Поэтому надо одеться потеплее. У меня, в принципе, настроение хорошее. Я бодрая. Энергия есть. Да, так что все хорошо. Ну, собственно, я надела то же самое, что и вчера. Только под ней надела водолазку. Я не думаю, что она мне чем-то поможет и спасет. Мне станет теплее. Ну, я попыталась. Потому что больше, там, надо все гладить. Я не хочу будить папу, так как отпариватель в его комнате. Поэтому так же, как и вчера. Стала сделать причесочку и собрать рубляк. Вот такая у меня причесочка. Очень оригинальная, не знаю. Просто это самое реально удобное. Я опаздываю, но ничего страшного. Зато снимаю, да, вот такой вот снежок. Как-то мне не очень холодно. Либо я тепло оделась, либо просто не так холодно. Вот, короче. Бегу. Ладно. Перло-Английский. Офиг. Уроки закончились. Я иду домой. Ура. Ох, наконец-то. Завтра узлы рубрики. Итак, друзья, я хочу подвести итоги. На протяжении трех дней я вставала в пять утра. Я все-таки не поленилась, не преодолела себя. Хочу сказать то, что мне довольно понравилось вставать в пять утра. Чувствуешь сразу такое привив, силы, бодрости. Делаешь кучу дел. Много всего успеваешь. Если бы ты делал это вечером, это бы ощущалось не так. Но буду я продолжать каждый день вставать в пять утра? Нет. Но мне кажется, когда можно устраивать себе такие продуктивные дни. И вообще, я думаю, что я начну все-таки вставать раньше. То есть, например, в пять сорок, если это будут дни и в шесть, в шесть тридцать по выходным. И стараться ложиться спать пораньше. Да, это был классный опыт. Вы тоже можете построить себе такой челлендж, если это можно так назвать. Ну и на этом мое видео подходит к концу. Если вам понравилось, то можете поставить лайк или подписаться на канал. Спасибо большое за просмотр. Я вас всех очень люблю. И до скорой встречи. И всем пока.